Всем привет! Говорят, что у каждого человека в мире есть двойник. За примерами далеко ходить не надо. Некоторых современных актеров зрители частенько путают, что иногда даже приводит к конфузам. О таких звездных двойниках мы сегодня и поговорим. Внешность 41-летнего Кирилла Плетнева и 45-летнего Максима Авидина почти идентична. Тот же озорной взгляд карих глаз, обаятельная улыбка, форма бровей, ямочки на щеках, высокий лоб и короткая стрижка. Пожалуй, кто-то из них с легкостью исполнил роль дублера другого в кино или театре. Родственных связей между актерами нет. Кирилл родился в Харькове в семье инженера и танцовщицы. Максим в Москве. Его отец был художником-декоратором. К слову, у Аверина есть старший брат Геннадий, у Плетнева младший Михаил. Однако у актеров больше сходства друг с другом, чем с родными братьями. Друзья, у нас тут возникли проблемы с Ютубом. Ютуб никак не хочет продвигать наши видео. Если вы заметили, мы сейчас пробуем разные форматы, которые, как показывает статистика, тоже никак не влияют на продвижение наших роликов. Оказалось, что не у одних у нас такие проблемы. Многие блогеры тоже столкнулись с этим. Но, как говорят они, есть один выход. Возможно, эти действия помогут в решении этого глюка. Давайте попробуем вместе восстановить активность канала. Все достаточно просто. Вам нужно отписаться от нашего канала, заново на него подписаться и поставить колокольчик, чтобы у вас появлялись уведомления. Думаю, что эти простые действия вас не затруднят. Будем очень рады вашей помощи. Максим Матвеев и Кирилл Гребенщиков – следующая пара очень похожих внешнероссийских актеров. Кирилл старше мужа Елизаветы Боярской, однако возраст ему к лицу. Мужчины с таким типом внешности стареют красиво, и их обаяние только увеличивается. Не заметить сходства невозможно. У обоих мужчин худощавый тип фигуры, темно-русые волосы, высокие скулы, густые ресницы, которые делают взгляд томным. Похожие у них даже амплуа. Оба чаще всего играют героев-любовников с положительными качествами и легкой небритостью. Кажется, они просто не могут сыграть плохих парней, настолько доброжелателен их внешний вид. В последние годы все более заметным становится внешнее сходство двух Евгениев – 54-летнего Миронова и 46-летнего Стычкина. Поклонники отмечают, что у актеров аналогичные улыбки, носы, формы бровей и овал лица. Более того, у актеров похожая интонация и тембр голоса. Правда, у Миронова волосы средней для мужчины длины, а Стычкин давно бреет голову. Особенно явно видно сходство, когда Миронов надевает кепку. Актерам не раз приходилось встречаться на съемочной площадке. Они вместе играли в фильмах «Утомленные солнцем 2», «Москва, я люблю тебя» и других. Еще одна пара звездных мачо, которые направо и налево разбивают сердца поклонниц и при этом их легко перепутать друг с другом, 38-летний Владимир Яглыч и 30-летний Виктор Хореняк. Первый известен ролями в фильмах «Мы из будущего», «Пять невест», «Экипаж», а также тем, что в прошлом был мужем Светланы Ходченковой. Хореняк прославился после выхода на экраны сериала «Кухня», где сыграл бармена Костю, а также главными ролями в фильмах о последнем богатыре. Внешнее сходство этих двух актеров поразительное, поэтому их нередко путают друг с другом. Однако в творчестве у них разные амплуа и типажи героев. И хотя вместе они пока не снимались, к постоянным сравнениям друг с другом актеры относятся снисходительно. Впервые на внешнее сходство Константина Хабенского и Ивана Стебунова обратил внимание режиссер Владимир Кот, когда подбирал актеров на главную роль в фильме «Петр Лещенко. Все, что было». Именно они воплотили на экране известного музыканта в разные времена периода его жизни. Стебунов в юности, Хабенский в зрелом возрасте. В реальной жизни Хабенский старше на 10 лет. После выхода фильма актеров постоянно спрашивают, не родственники ли они. Константин и Иван не обижаются, относятся к таким вопросам с иронией, у них отличные взаимоотношения. Трудно не заметить, как похожи актеры Марк Богатырев и Антон Макарский. Звезда сериала «Кухня» младше на 9 лет. Его актерское амплуа более молодежное, с юмористическим уклоном. Макарский же играет в основном драматические роли, а также увлекается вокалом. Помните, как он пел песню из мюзикла «Нотр-дам-де-Пари» вместе с Вячеславом Петкуном и Александром Маракулиным? Тогда-то многие и открыли для себя этого артиста. Актеры не придают особого значения своему сходству, но, кто знает, может, они еще и сыграют родственников на экране. Актер Сергей Перегудов наверняка уже устал разочаровывать поклонниц Павла Деревянко, которые просят с ним сфотографироваться, принимая его за другого. Все дело в поразительном внешнем сходстве этих российских актеров. И все бы ничего, да только карьера Деревянко более масштабна и он более известен. Перегудов, впрочем, не соглашается с журналистами, что похож на Павла. Обращает внимание, что у них совершенно разная мимика, манера игры и творческие амплуа. Есть двойник среди коллег и у Митяя из сватов 57-летнего Николая Добрынина. Актер Александр Сулимов старше на 11 лет. Наверняка вы его видели в российских сериалах, таких как «Улица разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Литейный» и других. Сулимов менее известен, чем Добрынин, поэтому именно он чаще всего сталкивается с заблуждениями окружающих относительно его личности. И неудивительно, ведь у актеров чрезвычайно схожая внешность – овал лица, прическа, по-доброму наивный взгляд. А вот актеры Владимир Вдовиченков и Дмитрий Орлов давно привыкли к тому, что их постоянно путают. Их вклад в российский кинематограф одинаково значителен, поэтому поклонников много и у одного, и у другого. При этом даже самые заядлые фанаты порой не могут их отличить друг от друга. Даже актерское амплуа у Владимира и Дмитрия идентична. Чаще всего они играют в боевиках и драмах характерных героев. Обоим 49 лет, у обоих непростая личная жизнь и несколько браков за плечами. В последние годы Вдовиченков, видимо, сжалился над поклонниками и стал носить короткую бороду. Теперь его проще отличить от двойника Орлова. Сами актеры легко относятся к своей внешней схожести и часто шутят на эту тему. Актера Дмитрия Лысенкова из фильмов «Домашний арест» и «Союз спасения» часто принимают за сына Ивана Охлобыстина. И еще бы, ведь сходство просто поразительное. Если бы не 16-летняя разница в возрасте, Дмитрия никто бы не отличил от Ивана. Сами артисты, впрочем, не согласны с мнением публики и всячески отрицают сходство. Конечно, Деми до популярности своего двойника еще расти и расти. Однако они вполне бы могли гармонично исполнить роли ближайших родственников в какой-нибудь киносаге. Очень похожи друг на друга две режеволосые актрисы Кати Дубакина и Капанова. Первая прославилась ролью в телесериале «Моя прекрасная няня». Вторая снималась в популярных фильмах и сериалах «Дылды», «На Париж», «Жизни приключения», «Мишки Япончика» и других. Сходство девушек не только в одинаковых прическах. У них идентичные губы, разрез глаз, нос, даже конопушки на лицах. Правда, Капанова старше на 4 года. Удивительно, что они не сестры. А замечали вы когда-нибудь, как сильно наша российская актриса Екатерина Вилкова из «Отель Элеон» похожа на американку Аманду Сейфрид из фильмов «Дорогой Джон», «Отверженные время» и других голливудских фильмов? У обоих девушек длинные русые волосы, большие голубые глаза и выразительные скулы. Они даже улыбаются одинаково. Может, мы просто чего-то не знаем и на самом деле они родственницы? К слову, Вилкова всего на год старше Аманды. Еще одна российская актриса Юлия Панкратова удивительно похожа на голливудскую знаменитость Джиллиан Андерсон. Ту самую, которая сыграла Скали в секретных материалах. Юлия снимается нечасто. На ее счету всего пять ТВ-проектов. Однако, если бы Джиллиан потребовалась дублерша для съемок в России, безусловно, Панкратова была бы идеальным вариантом. А вот актер Данила Якушев, егерь из фильма «Сельский детектив», один в один похож на звезду Голливуда Райана Гослинга. Только младше на пять лет и с другим гражданством. Кроме шуток, глядя на Данилу, сложно поверить, что они с Райаном не братья. Даже мимика у актеров схожа. Правда, Гослинг имеет более худощавое телосложение. Поразительно также сходство актера Артема Ткаченко и американского актера и продюсера Эдриэна Броуди, который получил немало наград за главную роль в фильме романа «Поланский пианист». Эдриэн старше на девять лет. Тем не менее, актеры поразительно похожи телосложением, угловатыми чертами лица, прической и улыбкой. Артема вполне можно назвать русской версией Броуди. Завершают нашу подборку голливудско-российских двойников Владимир Машков и Антонио Бандерас. Конечно, сейчас все не так однозначно. Постаревший Бандерас явно проигрывает по-прежнему брутальному Машкову. Но если сравнить более молодые фото, где у актеров почти одинаковые отрощенные волосы, становится понятно, что эти мужчины явно слеплены из одного теста. А как вам кажется, кто из этих пар актеров больше всего похожи друг на друга? Пишите в комментариях. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал. Впереди много интересного. Удачи!